Телемарафон на встречу победе, прошедший в прямом эфире, объединил жителей Нефтеграда. В этом году он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. С 6 до 9 вечера в Дом культуры ИСКЛМЭД приходили представители предприятий и учреждений города. Они жертвовали денежные средства на реконструкцию и восстановление памятников павшим в Великой Отечественной войне. Наша задача, чтобы в районе и в городе восстановить все памятники павшим воинам, детям войны и тружинам Кентула. Вот поэтому, я думаю, мы в правильном пути. С помощью таких акций памятники Нефтеграда обретают второе рождение. Так был реконструирован мемориальный комплекс «Вечный огонь». Здесь привели в порядок не только монумент павшим воинам, но и территорию комплекса. В этом году руководство компании «Татнефть» приняло решение о выделении средств на восстановление и реконструкцию памятников в селах. Трудовые коллективы, работающие в Альмитском районе, работают на восстановление памятников. И они получаются достойные для того, чтобы передать и значимость, и необходимость молодому поколению той победой, которую совершили советские народы. В этом году нам выделили 150 тысяч рублей на ремент обелиска. И если вот еще с телемарафона выделить нам средства, то 5.70 июня мы хорошо отремонтируем памятники и встретим праздник достойно. Главные гости телемарафона – участники войны и труженики тыла. Ветераны делились своими воспоминаниями о военных годах. Рассказывали про сражения, однополчан, ранения, потери и победу, которые они приближали как могли. Ради мирного неба для детей, внуков и правнуков. Важно, чтобы молодые помнили об их военных подвигах. Мой братик, тоже дитя, он рассказывал немножко про войну и про бомбежку. И мой боец бывал и помидал за жизнь немало. Он с отваром в бою защищал свою страну. А мой партий под Сталинградом, пусть будет мир войны, не надо. Эта война самый длинный, самый кровопролитный, самый много-много человеческих жертв. Все это очень трудно сказать. Видеть нас это, но не чувствовать. Учащиеся кадетского класса, школа номер 21, а также представители боевого братства, участники вооруженных конфликтов не забывают о ветеранах. Сейчас в Альметьевском районе проживает 193 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Я очень благодарен, что, как говорится, они спасли нас от фашизма. Благодаря им мы живем в данный момент спокойно. Чтобы мы понимали и знали, как это было тяжело в то время, когда они воевали, чтобы мы ощущали это и не забывали, то, что они сделали для нас. Подготовка к телемарафону велась несколько месяцев. Решались организационные вопросы, готовились сюжеты, записывались музыкальные номера. Телекомпания «Альметьевск ТВ» также приняла активное участие в подготовке этого важного события. Автор сценария и режиссер телемарафона – директор телекомпании «Альметьевск ТВ» Найря Аль Айюби. Одной из ведущих стал шеф-редактор телекомпании Ирена Марданшина. На этой благотворительной акции собрано около 2 миллионов рублей. Сбор средств продолжится до 9 мая 2015 года. Все желающие смогут положить деньги в специальные урны, установленные в магазинах города. Также можно перечислить любую сумму на лицевой счет, указанную на экране.